Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Сухудоев Алексей. И сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас вначале вводный технико-экономический вебинар, то есть это азбука Skyway и далее расширенный технико-экономический вебинар. И более того, вечерний расширенный технико-экономический вебинар у нас будет постепенно перерастать. Сегодня будут первые попытки, то есть одновременно он на венгерском пространстве будет происходить. И с течением времени, я думаю, что в очень короткий промежуток времени мы добьемся то, что этот вебинар будет самым важным и главным вебинаром Skyway Capital и будет информационным полем именно международного пространства. Ну а для начала, дорогие друзья, пожалуйста, ответьте на опросник, кто в какой раз пришел на азбуку Skyway. Это начальный вебинар, который мы с Сергеем Анатольевичем, несмотря ни на что, продолжаем, невзирая на те места, где мы находимся. На данный момент у нас такой вот небольшой промежуток времени, когда максимум, куда Сергей Анатольевич выбрался, это Минск. Но планируется очень много переговоров, поездки опять в Европу. В Минск также будут делегации арабов присутствовать, и мы там будем. И, соответственно, очень-очень много заделов, которые уже запланированы, поэтому, так скажем, покои нам только снится. Ну и я могу сказать, дорогие друзья, так, присутствует новичков, да, вот один человек присутствует. Ну, наверняка все новички не голосуют. Кто не проголосовал в чате, пожалуйста, поставьте элементарно циферку 0, то есть самое простое действие в чате, где вот все пишут. И таким образом мы поймем, что вы присутствуете в первый раз. Это необходимо для того, чтобы несколько по-другому доносить информацию. Но даже для одного, для двух людей мы всегда готовы донести первые аспекты, первые азы информации, потому что информация действительно очень важная. И когда-то все погружались в проект Skyway. Кто в 2013 году, кто вообще еще до нулевых погрузился, как Сергей Анатольевич, например. Что касается меня, я в 2014 в начале начал активно развивать. И те, кто поверил на тот момент, я думаю, что сейчас все согласятся со мной, что это вообще вот инвестиция. Даже, наверное, будет поинтереснее, чем инвестиция в 2011 году в криптовалюту. И что-то мне подсказывает, что со временем в этом все убедятся. Уже на конкретном шкурном интересе, так скажем, на конкретной выгоде. Естественно, многие здесь собрались для того, чтобы в будущем получать дивиденды, для того, чтобы приобрести выгодные активы. Ну и, соответственно, активы невозможны без выстраивания сети адресных проектов. Но предшествованием сети адресных проектов является именно сеть из людей. То есть это все мы с вами, кто на сегодняшний день двигает проект Skyway. И, собственно, двигает очень широкомасштабно и очень массивно. Если говорить о том, насколько поменялся мир, то есть этот отрезок вещаний я не буду забирать у Сергея Анатольевича. То есть по праву он будет об этом говорить, потому что об этом он говорит уже более 16 лет. И сейчас мы, как говорили, готовим систему, на которую обязательно пригласим наших активистов. Здесь Сергей Анатольевич будет работать с холодным рынком. И это именно на привлечении вначале как тест русскоговорящего пространства. Затем это будут европейцы. Ну и мы будем пробовать различные приемы для расширения инвестпроводящей сети. Если говорить про 10 лет назад, то никакой инвестпроводящей системе и речи не могло идти, потому что на тот момент интернет, он только начинал формироваться. Телекоммуникации, мобильные смартфоны так называемые, они только закладывались. Apple только набирал обороты. Ну и собственно многое то, что сейчас прочно вошло в нашу жизнь, это только начинало входить. Ну а сегодня, я думаю, что не за горами абсолютно, что у нас все будет связано миром интернет вещей. То есть я люблю приводить сравнение, что тостер, микроволновка, стиральная машина, все это будет в интернет сети. Мы можем это контролировать, находясь где-то, допустим, на отдыхе. И это будет уже не система умного дома дорогостоящая, это будет именно народная технология, которой будут пользоваться все. И именно поэтому прогнозируют на десятки триллионов долларов увеличение мировой экономики благодаря миру интернет вещей. Почему? Потому что, дорогие друзья, это будет продукт массовый. Так вот, сеть Transnet, которую все мы с вами создаем и которую развивает кто как может, голосует рублем, либо голосует голосом, языком, продвигает наш проект, так скажем, рассказывая о нем всегда, каждому и везде. И Transnet, будущее мировая транспортно-энергетическая, коммуникационная, информационная, даже финансовая и социальная, мы закладываем такие понятия, но время покажет, войдут ли эти понятия. Это будет именно массовый народный продукт. Это не будет элитным продуктом, доступным только самым высшим слоям общества, но это будет именно широкомасштабное применение во всем мире для всего человечества. Поэтому капитализация предполагается действительно колоссальная. Если говорить про сферу логистики, дорогие друзья, то я могу сказать, что сегодня вообще понятие транспортной логистики – это понятие, которое прочно входит в обиход всех транспортно-логистических компаний. И мы вынуждены мириться с простоями в перевозке товаров, грузов. И как раз таки SkyWay – это то недостающее звено в будущей мировой логистике, которое будет обязательно появляться. И уже появляется, уже направление SkyWay рождено в виде первой демонстрации, именно технической демонстрации, первого технического прогона, начало первых ходовых испытаний нашего легкого прогулочного транспорта Unibike. И какие еще транспорты будут продемонстрированы, расскажем уже на расширенном технико-экономическом вебинаре и когда. И, соответственно, это решит проблему как пробок в современных крупных мегаполисах, так и доставку, независимо от того, через какой тип рельефа местности пролегает путь. Путевая структура SkyWay – струна дотянется довсюду, дорогие друзья. Что не скажешь о современных дорогах, что не скажешь о железной дороге, что не скажешь об авиатранспорте. Дотянется, может быть, он довсюду, но не везде самолет может совершить посадку и не все грузы он может перевозить эффективно. Именно ключевое слово «эффективно». Так как наша система будет эффективно капитализировать бизнесы многих корпораций, которые сейчас просто жаждут нового вида транспорта, который будет снижать их капитальные затраты и увеличивать окупаемость проектов, то, естественно, мы можем сказать, что сеть Transnet будет развиваться намного быстрее, чем это сделал интернет. Но все началось, дорогие друзья. Еще в 70-х годах я обязательно найду время и подкорректирую эту презентацию, потому что есть даже визуализации у нас конкретно юнибайков. То есть это двухместные легкие подвижные средства, транспортные гаджеты, как мы их сегодня называем Сергеем Анатольевичем. И еще в первых концептах струнной технологии даже юнибайки были задуманы. Но, естественно, когда применимость рынкам была осуществлена и действительно продукт стал востребованным, тогда юнибайк появился в реальном обличии. И вообще все закрутилось, так скажем, именно с концепции общепланетного транспортного средства. Это сложное техническое инженерное сооружение. Это веха технической школы, высшая веха технической школы инженера Юницкого, которая призвана вывести промышленность в открытый космос. Будет располагаться по всей длине экватора, то есть 40 тысяч километров. Соответственно, нужны соглашения многих стран. И помимо вывода промышленности в открытый космос, помимо возможности перемещения товаров, грузов по цене за 1 килограмм 1 доллар, будет также возможность влиять на те пагубные изменения климата, которые мы на сегодняшний день видим. И в США это очень сильно чувствуют еще... Барак Обама говорил об изменениях климата и то, что США находится как раз-таки на стыке этих изменений и может стать жертвой изменений. Все это прекрасно понимают. И была принята Парижская конвенция ООН. Несколько лет назад более 120 стран, соответственно, проголосовали за. Но действительно еще время, можно сказать, общепланетного транспортного средства не пришло. Что говорить про конец 80-х годов, когда Анатолий Эдуардович на международной конференции по неракетной индустриализации ближнего космоса, происходящей в городе Гомель, Республике Беларусь, вообще показал эту концепцию. И насколько тогда сверх опережало событие данное изобретение. Это действительно очень серьезная разработка, которая изменит мир. Но если мы говорим, что SkyWay это шестой технологический уклад, одна из основных технологий шестого технологического уклада, то, соответственно, SpaceWay, общепланетное транспортное средство, это уже будет седьмой технологический уклад. То есть это если говорить про стратегию развития вообще международной корпорации SkyWay. То есть насколько далеко действительно сейчас проложена стратегия. И все очень ступенчато, равномерно, логически выверено, рассчитано, развивается. И такая вот серьезная веха очередная была в нулевых годах, когда Сергей Анатольевич Сибиряков познакомился с Лебедем Александром Ивановичем. И губернатор Красноярского края на тот момент выделил первый транш финансирования. Началось строительство в городе Озеры первого тестового участка. Соответственно, с 2001 по 2009 год происходили испытания. Мы называем этот подвижной состав, так скажем, переделанный ЗИЛ, как ЗИЛ, уходящий в небо. И этот ЗИЛ взмыл в небо и способствовал рождению тех поколений, уже четвертого поколения струнных технологий Юницкого, которые мы на сегодняшний день наблюдаем. И без этого ЗИЛа, если кто-то думает, что это какая-то непонятная переделка машина, что сделали вместо пневмашины стальные колеса, в этом все изобретение нет, дорогие друзья, а все изобретение находится именно в путевой структуре. И тогда она была испытана. Все ждали, что путевая структура рухнет, не выдержит многотонную машину, но даже специально намораживали лед и показали, что при перемещении сталь по сталь, стальное колесо по стальному рельсу, невзирая от погодных условий, даже в самых суровых климатических условиях, технология Skyway будет функционировать. Ну и потом, естественно, происходили различные этапы. То есть, это вот господа тролли нам обязательно прокомментируют, потому что наверняка они засланцы вот этих этапов, которые тоже нужно было пройти. Например, Узлов Виктор, то есть, который являлся добросовестным, на первый взгляд, партнером, но потом всячески проявил себя вплоть до совершения рейдерского захвата компания струнных технологий на тот момент. И на тот момент еще тогда можно было распространить технологию Skyway по всей территории Австралии и даже построить кольцевую дорогу Австралии. Но недоброжелатели, оппоненты, враги. И если технология Skyway лично Анатолий Эдуардович не считает, что у него есть какие-то враги, потому что вся технология направлена на все человечество, в принципе, изначально, то как раз-таки недоброжелатели так не думают. Поэтому у нас вы наблюдаете тролли, вот первый Жора наверняка из тех. Но самое интересное, они наверняка тоже инвестируют, то есть скрытно инвестируют на ту зарплату, которую им платят, на те гроши, которые им платят за распространение негативной информации Skyway. Но прекратим о троллях. В 2013 году, как говорится, как результат той фразы, которую все мы прекрасно с вами знаем и понимаем. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И Анатолий Эдуардович действительно, как самурай инноваций, как ниндзя инноваций, обходил все препятствия и более того придумал новые схемы развития проекта. То есть это уже было не хождение по коридорам политиков, чиновников, как русского, так и международного масштаба. Но уже даже не использование ресурсов потенциальных крупных и крупнейших инвесторов. Потому что пришло понимание, что они придут уже после сертификации, что они придут уже на готовую технологию. Ну вот, собственно, вот сейчас этот этап приближается. В июне у нас будет происходить сертификация. Вначале это будет добровольная сертификация, что в принципе абсолютно будет принято Индии, одной из мощных стран, которые будут ряд адресных проектов развивать по территории своей страны. Но в 2013 году началась серьезная эпоха развития краудинвестинга технологии Skyway. Почему я назову эпохой? Потому что началось это в 2013 году, и пока нет никаких вопросов или каких-то против краудинвестинга, что это не дает результат, что это как-то мешает развитию технологии. Это также будет продолжать развиваться, и на сегодняшний день уже более 720 тысяч людей по всему миру активно наблюдают за проектом, являясь просто зарегистрировавшимися даже людьми в личном кабинете. И более 150 тысяч инвесторов по всему миру инвестируют в технологию Skyway. Кто-то инвестирует ежемесячно, кто-то инвестирует, соответственно, единожды инвестировал, но что очень важно, действительно таких людей уже достаточно много. И если говорить про наших оппонентов, их намного меньше. И они останутся оппонентами, даже когда будут передавать друг другу. Я утрированно, естественно, говорю, потому что это будет все система автоматизированных продаж билетов. Но нравится мне такая фраза, когда будут передавать за проезд, сидя возле, так скажем, не будет вообще дискомфортных каких-то сидений. Ну, сидя на самом неудобном, в этом удобном средстве передвижения месте, например, в юнилете. Они, естественно, об этом вспомнят. И они вспомнят, что, да, когда-то приходилось троллить этот транспорт, эту технологию. И, собственно, можно было инвестировать хотя бы по 100 долларов. То есть суммы, естественно, дорогие друзья, мы говорим, как есть, без приукрас. Что касается русскоговорящего пространства, это от сотни долларов. И что касается европейцев, это уже от полутора, двух тысяч долларов и выше. Но, собственно, мы вот сегодня обязательно поговорим о делегации. Делегации европейцев, венгры, словаки, которые вот на днях покинули экотехнопарк. Действительно, даже с расстройством, потому что такую долину новых технологий им доводится покидать. Но вернуться туда обязательно, уже на Экофест, и увидят уже демонстрацию новых видов транспорта. Соответственно, те технические характеристики, которые мы на сегодняшний день наблюдаем, это заслуга инженерной технической школы Юницкого. То есть это вообще множество технических характеристик, которые позволяют совершить действительно переворот в знаниях аэродинамики и коэффициент динамического сопротивления у высокоскоростного подвижного состава у нас более серьезный, чем у современной авиации, чем у современной спортивной, военной авиации. И здесь вот Бугатти Верон, нарисована картинка, замечательный спорткар, 0.34 коэффициент динамического сопротивления, но есть уже такие автомобили, современные, именно вот купе, спортивного типа, как Мерседес ГЛЦ, 0.25 коэффициент динамического сопротивления. Так вот, примерно, сравнивая с Мерседес, в 8 раз более эффективен наш ЮниЛед. И даже, собственно, обычный городской пассажирский транспорт, чего невозможно сказать об наших икарусах, маршрутках, троллейбусах, трамваях, они вообще никакой аэродинамики не обладают. Наоборот, только затраты, только убыточные средства передвижения. И если говорить про наши подвижные составы, то Юнибайк потребление топливного эквивалента примерно 0.35 литров на 100 километров. Соответственно, при скорости перемещения 100 километров в час, допустим, Юнибус, это уже будет примерно литр на две с лишним тысячи километров пути. И это невозможно достичь, дорогие друзья, и такие показатели, как 100 грамм на пассажира топлива в сегодняшней современной транспортной индустрии. Поэтому все переговоры, которые бы не проходили в различных странах, благо наши активисты учатся, учатся доносить информацию до чиновников, до мэров, до губернаторов. Я думаю, что сеть активистов и инвесторов, кто желает развивать адресные проекты, также с течением времени обязательно научатся и доносить информацию и до президентов, не побоюсь этого слова. Сама технология, сама технология говорит сама за себя. Это сплошное ноу-хау. И если говорить про струнную путевую структуру, струнные рельсы, то это действительно основа и базис. Это устойчивость нашего проекта, потому что сама конструкция, она может выдерживать нагрузки до сотен тонн. И, соответственно, это может говорить о перемещении по путевой структуре даже целого состава длиной, если понадобится километр, для обеспечения необходимого пассажиропотока, подвижных составах в электронной сцепке. Ну а что такое струна? Что такое струнный рельс? Соответственно, это предварительно напряженная конструкция, неразрезная, и внутри находятся стальные пучки, стальные проволоки, которые также преднапряжены, закреплены. Далее идет омоноличивание спецбетоном. Это разработка непосредственно на базе ЗАО «Струнные технологии», и идет уже стальная головка рельса. Но вся конструкция, она значительно отличается от конструкции, допустим, даже железнодорожного рельса. Но, дорогие друзья, это все замечательно, все интересно, и я рекомендую всем изучить, посмотреть, что в первый раз присутствует 100 ответов на 100 вопросов технических. То есть сейчас мы все меньше и меньше выделяем внимание технике дела, потому что это становится максимально очевидным. Сейчас никто не уделяет внимания, а как же функционирует мобильный телефон. Наоборот, началась гонка, и она сейчас подходит к своему закату, потому что вообще специалисты IT-индустрии продиагностировали тот факт, что эпоха гаджетов подходит к концу, потому что уже фактически все изобретено, и сейчас рынок захлестнула виртуальная реальность, мобильные приложения. Естественно, различная дополненная реальность и так далее и тому подобное. То есть, ну, я не говорю уже о криптовалюте, я не говорю уже о блокчейн, и об мире интернет вещей. Кто-то в чате смеялся, что не нужно ему, чтобы контролировать бытовую технику. На самом деле, люди в ближайшем будущем будут контролировать не только бытовую технику удаленно, но и будут знать, когда к ним подъедет их юнибайк или их, соответственно, необходимый по маршруту юнибус либо юнилёд. Это прочно войдет в обиход нашей жизни, дорогие друзья. И по юнибайку я могу сказать, что это даже уже не футурология, это уже реальность, потому что юнибайк продемонстрирован. А если говорить про самое главное, то, что началось еще в 2015 году, то это начало строительства экотехнопарка. Буквально быстро я пролистаю, и сейчас мы готовим презентацию на основе концепции «Было-стало». Сейчас утверждается дизайн, и это самый мощный, я считаю, инструмент, который будет показывать, что было, допустим, год назад и что мы сейчас имеем. Какие действительно объекты экотехнопарка закончены, и что было действительно год назад всего лишь в визуализации. Это железобетонные аргументы, и если я лично радовался очень сильно и восхищался, кричал, визжал и так далее от действительно счастья, что была продемонстрирована модель 1 к 10, то уже в сентябре 2016 года мне не казалось это каким-то сверх таким событием, так как уже была продемонстрирована модель 1 к 1. И так вот долго мы наблюдали, относительно, естественно, долго, строительство первой анкерной опоры, установку первых промежуточных, первых промежуточных, 19 промежуточных опор, высокоскоростной совмещенной с городской пассажирской трассой. Еще и не идет речь о размещении на этих опорах ферменной путевой структуры. Ну и, соответственно, я могу сказать, дорогие друзья, что мы действительно идем, несмотря на различных этапах задержки, сфинансирования, мы идем в ногу со временем, и мы идем по этапам. Так, пожалуйста, кто отключил чат, включите чат, потому что у меня сейчас такой возможности нет. И был экофестиваль, были различные, так скажем, наши общие праздники, и построена уже давно первая анкерная опора, ожидает уже в 2018 году, когда будет продемонстрирован высокоскоростной транспорт. Закончена уже вторая анкерная опора, именно вот легкой городской пассажирской совмещенной с высокоскоростной трассой. В июне очень важный аспект такой, началось строительство уже запараллеленное второго направления струнной технологии струнного транспорта. Это легкая трасса, делегация очередная, Австралия и так далее, и тому подобное. Все это есть, дорогие друзья, в открытых доступах и на открытых для всех ресурсах. Можно проследить эту хронологию. Это действительно наша история. В июле началось параллельное строительство грузовой трассы. В июле мы уже увидели первые образцы недостроенных еще подвижных составов Юнибус и Юнибайк. И, соответственно, в сентябре 2016 года уже была продемонстрирована технология на выставке и на транс, где мы произвели настоящий фурор. И я думаю, что все, кто были на этой выставке, помнят это событие. И даже путевая структура ферменной конструкции внизу будет располагаться, соответственно, городской пассажирский транспорт в виде навесного транспорта на высоких скоростях со скоростью до 500 км в час в начале будет перемещаться высокоскоростной подвижной состав Юни-Лед. И, соответственно, уже ближе к осени мы видим натягивание путевой структуры. То есть натягивание путевой структуры и преднапряжение легкой прогулочной трассы. Но это не просто легкая трасса. Это та трасса, которая может одновременно эксплуатироваться как для легкого транспорта Юнибайк, наши персональные средства передвижения, так скажем, так и для полноценных городских пассажирских транспортов. И это действительно говорит о том, что мы идем в ногу со временем, мы следуем этапам, и 28 ноября был совершен первый технический прогон Юнибайка. И это, дорогие друзья, наша недавняя история. Это говорит о том, что, да, действительно, мы не просто декларируем что-то, мы конкретно показываем, что было достигнуто. Ну и если про крайние такие этапы, я, как и обещал, обновил презентацию, то это уже продолжение, продолжение строительства высокоскоростной трассы. То есть уже фактически на сегодняшний день более половины участка путевой структуры высокоскоростной трассы, совмещенной с городской пассажирской, осуществлено, дорогие друзья, больше половины, больше половины. Если кто-то будет говорить, что мы не идем в ногу со временем с планами, то первыми подумайте вообще, а сколько инвестиций вы лично инвестировали в этот проект. И посмотрите, этапы на самом деле, самое главное. Ну вот замечательная картинка, мне она очень нравится. Это вот уже фактически тут видно два параллельных направления от строительства грузовой трассы и уже постоянные ходовые испытания нашего юнибайка, который вначале поехал 30 км в час, потом это уже было 50 км в час и далее 60-65 км в час. На экофестивале уже летом мы увидим полноценные испытания далеко не только юнибайка и не только юнибуса, тот, который мы запланировали. Но мы увидим нечто большее, но об этом мы вам расскажем уже соответственно на расширенном технико-экономическом вебинаре. Ну и крайняя новость с эко-технопарка, которую мы видели, это уже начало строительства разворотного кольца, легкой путевой структуры, которая будет совмещать полужесткий участок с будущим высоким провисающим. То есть будет продемонстрирована технология в пролетах 200-400-200 метров на различной высоте. То есть различные типы рельефа местности могут быть именно по этой причине также 19-е промежуточные оборы высокоскоростной трассы, совмещенные с городской и пассажирской, была сделана в стальном исполнении. Это максимальная демонстрация и максимальная закладка лимитов для будущих сертификаций по всему миру и для всех стран. Ну а теперь я передаю слово тому человеку, который начинал еще три года назад систему вебинаров, систему по обучению, на которой многие лидеры выросли, на которой вырос и до сих пор расту я. Это, соответственно, Сергей Анатольевич Сибиряков, бывший чиновник, политик, существующий нынешний государственный советник, макроэкономист. Регали можно перечислять долго. Опять же, в инструменте, который мы готовим, вы в очередной раз посмотрите и сможете приглашать на мастер-классы Сергея Анатольевича уже большое количество народа. Если они не хотят услышать о Skyway, то пусть послушают действительно человека с огромным жизненным опытом как в политике, так и в бизнесе. Сергей Анатольевич. Спасибо, Алексей. Добрый вечер. Добрый день, друзья. Я только-только вот зашел, еще на ходу, сейчас переодевался, приехал с Минска. Вот, поэтому всем большой, скажем так, привет, желания от всего коллектива, конструкторов, от управляющего состава ЗАО «Струнные технологии», вот, лично от генерального конструктора Анатолья Доварча Яницкого. Эти дни прошли очень-очень интересно, но об этом, об этих новостях мы будем говорить. Вот, тут видите уже, а, ну, забылся поздороваться. Здравствуйте, уважаемые тролли. Их тут уже порядка, как вот мне ребята сказали, уже где-то около 30 раз выкинули. Он уже под моим именем, Сибиряков Сергей, входит. Это очень приятно тут вот от таких бойцов слышать, да, то, что мы тут брешем и делаем. Вот, это, сейчас идет суд с онлайнером, там еще сейчас ряд готовятся, идет суд еще с рядом жуликов, там и проходимцев, такими как Узлов, Доботовка, то есть такие бойцы, то есть за ту брехню и за то, что они делают, надо наказывать, они будут наказывать. Поэтому, друзья, чтобы вы понимали, это продуманная реальная работа, эти засланцы, они четко оплачиваемые, они знают, что делают. И билы, которые на это реагируют, потому что вот сейчас комментарии в онлайне почитать, которые опять очередной пасквиль идет на Skyway, вот действительно, они пишут за деньги, знают, что пишут, а всякие дебилы это начинают комментировать и обсуждать. И вот с дебилами, конечно, с ними что-то говорить и спорить бесполезно, потому что они дебилы, у них мозгов нет. Вот, вот один засранец, который в онлайнере пишет, у него на аватарке, если зайти в интернет, находится петух, то есть реально голова красного петуха. У петуха, чтобы было понятно, мозги меньше, чем земляной орех, то есть меньше полтора сантиметра в диаметре. Ну как спорить или разговаривать с человеком, у которого нет мозгов? Это бесполезно. Вот, а вот те, кто пишут, вот здесь вот эти, я могу сказать, засланцы, засранцы, они очень грамотные, то есть они очень хитро сейчас, их выкинуть уже не так просто, заходят под разными именами, там под 30-50, это, друзья, работа, и это как раз показатель того, что с проектом борются, борются сознательно. Это, друзья, мелочи, вы не думаете, что мы на это обращаем внимание. Та борьба, которая готовится, и которая будет чуть дальше, друзья, она другого уровня, и мы нисколько этого не боимся, но, знаете, если собака, знаете, гавкает, караван идет, но если собака бешеная, ее пристреливают. Ну, как минимум, бьют по башке поленом, чтобы она отошла, поэтому будем наказывать таких бойцов. Так что не обижайтесь, друзья, когда будут возникать проблемы. Так что, теперь, что касается вот, то есть вот этих эмоций, последнего посещения, то есть я говорю, как мы это прибережем сейчас для основного вебинара, который будет уже в 13 часов. Могу сказать, вот впечатление, которое произвело на ту делегацию, которую посещала, это Восточная Европа, это Чехия, Словатия, Венгрия, это люди, которые сегодня уже инвестируют реальными деньгами более миллиона долларов в месяц, это очень серьезные бизнесмены и серьезные люди, которые умеют привлекать инвесторов, структуры, и сейчас, как вы заметили, что как только, и мы специально это и показали, и Юницкий в прямом эфире дал комментарий, все для того, чтобы вы понимали логику смены, смены и этапов, много задавали, что влияет на смену этапов, почему меняет, то есть тут два фактора, это объем выполненных работ и приходящие сейчас инвестиции, которые идут на следующий этап выполнения работ, поэтому сейчас подошло время и 8 марта будет очередная смена этапа, это говорит о том, что процесс идет. Теперь по, я это не раз буду сегодня повторять, это мое личное мнение, друзья, сегодня у нас был совет директоров совещания, вот вчера я его высказывал, друзья, и от меня это уже тоже не раз слышали, я Юницкого знаю без малого 17 лет, и он мне показывает очень много технических решений, которые мы обсуждаем, делаем, смотрим, как работает, и здесь друзья просто повторяют несколько раз уже много лет, что Юницкий не перестает удивлять меня, как человека с инженерным образованием, который очень хорошо разбирается в технологиях, в инновациях, то есть здесь можете мне не то, что поверить, а это очень серьезное мое такое и профессиональное увлечение, и результаты, которые у меня на этом предмете есть, я давно занимаюсь технологиями, так вот, то, что я каждый раз вижу у Юницкого, начиная от того, как Юнибайк, он показал расположение, как крепление рельса, во вторник нам показали уже стрелочные переходы, как работают стрелки, снимать там было запрещено, это все закрытая информация, но красота, друзья, инженерная красота, то, что показывает Юницкий, это, конечно, впечатляет, нам показали сейчас уже начало изготовления Юнибуса 24-местного, Берельсового, и на Эко-технопарке, Эко-фестивале, который будет в июне, сейчас определяется точно дата, скорее всего, либо 24 июня, плюс-минус неделя, потому что это связано еще и с графиком производства, чтобы максимум было изготовлено и показано к Эко-фесту, но, друзья, то, что мы все с вами увидим в июне, вот мне сейчас даже не интересно комментировать тех дебилов, которые, как бы, отсылаю одно, ребят, писать можете сейчас, все, что угодно, но одно я вас прошу, приезжайте в июне в Эко-технопарк, и то, что вы увидите, после этого мне будет просто интересно смотреть, что вы будете писать после этого, конечно, вы не заткнетесь, вы будете потом писать одно, другое, третье, то есть эти, то есть срать можно всегда, то есть этот их процесс не, ну, скажем так, не проходящий, но мне просто интересно, вот люди, которые сейчас задают вопросы, как, что, когда вы это увидите, что будете говорить, а увидим, мы, друзья, в июне, настолько, ну, скажем, масштабное, и настолько много разнопрофильных направлений, это и четыре вида юнивуса, которые, которые сегодня будут, это подвижного, пассажирского состава, которые будут в разных исполнениях, для разной логики, но которые будут перемещаться по одной путевой структуре, и, соответственно, еще и создавать поезда в электронной сцепке, это и грузовые погрузочные машины, которые могут перевозить уже сегодня на этих трассах 50, а с небольшой, с небольшой, ну, скажем там, доработкой уже на следующий год, уже до 100 миллионов этот транссип, вот, сегодня я был уже на заводе, и мы смотрели производство, которое сегодня, опытное производство, которое сегодня модернизируется, оно полностью сегодня все перешло к группе компаний Skyway, и сейчас идет модернизация, установка станков, там, лазерная сварка, лазерная резка, там, друзья, настолько сложнейшее и качественное оборудование для выпуска этих машин, то есть понятно, что на этом производстве будут выпускаться сначала опытные, потом опытные партии десятки, потом сотни машин, потом это надо масштабировать, делать это для того, чтобы готовить и сейчас запускать первые адресные проекты, и это, друзья, настолько впечатляет умных людей, не дебилов, то есть мы сейчас обращаемся не к дебилам, с ним не о чем говорить, с теми, у кого куриные мозги, они за деньги готовы делать все, а именно умных людей, и дальше, сегодня, друзья, по развитию событий, Юницкие на следующей неделе с Виктором Бабуриным летят в Индию для подписания уже первых контрактов на договоров на адресные проекты, потом они там через Абудаби проводят еще целую серию переговоров, через две недели сюда прилетает делегация из шести арабских стран, тоже для проработки отдельных проектов, поэтому, друзья, можете говорить все, что угодно, но в этом году, как сказал Юницкий в начале года, 17 адресных проектов будут уже запущены в производство и изготовление, я уверен, и это мое личное мнение, потому что участвую в этом процессе, что на глав сайте тоже одно вранье, Олег, а что ты его не выкинешь, вот этого гаврика, так сказать, лишайте их прав, чтобы писать, то есть я же специально для этого права и настроил, выкидывайте их из этой самой, из чата, потому что все-таки как нет, отвлекать, вот, так, так, давайте, ладно, чат закроем пока, так сказать, что пока я буду выступать, чтобы эти засранцы не отвлекали, вот, потому что так-то с ними бороться, можно, так сказать, а это это, поэтому, друзья, для тех, кто в проекте, вы увидите и вы будете постоянно, так, то есть в курсе новостей, и теперь вот для многих там, которые сейчас пытаются сказать, что в Белоруссии там идет нарушение закона в России, то есть я могу сказать, что сегодня работа идет только в правовом поле, объем инвестиций, которые сегодня и вкладывают от России, и вообще от русскоязычных, он сегодня стремительно падает, не потому, что меньше инвестируют, вы, друзья, каждый, кто в основном на наших сегодняшних встречах, это из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, то есть наши, скажем так, бывшие соотечественники, это на ваших плечах все начиналось, все, что сегодня создано именно благодаря первым инвесторам, просто сегодня, друзья, естественный приходит процесс, когда подключаются уже инвесторы из Европы, сначала у нас очень активно пошла, уже полгода идет Восточная Европа, сейчас уже активно пошла Германия, то есть за прошлый месяц взрывной рост инвестиций, Франция, Италия, Австрия, Швейцария, то есть те, которые набирают, и естественно, так как объем растет, процентное соотношение русскоязычных и России, в частности, начинает быстро снижаться. Это, друзья, естественный процесс, потому что все более и более очевидна технология, то есть мы по классическим западным меркам начинаем позиционироваться, как венчурный проект, потому что есть опытные образцы, есть опытное производство, есть первые заказы, есть интересы к технологии, есть коллектив, это уже 220 конструкторов, есть свое производство, которое можно показывать, все это юридически оформлено, четко выстроено, и те обязательства, которые сейчас идут, они уже становятся все более и более интересными. Конечно, венчурность никто не отменял, это 100% венчур, то есть это 100% возможность потерять свои инвестиции при нереализации проекта. Но мы шаг за шагом снимаем эти факторы, сейчас задача снять первые технические факторы, показать, что технология существует, что она работает, и от декларации перейти к демонстрации. Шаг за шагом, друзья, это идет, и в июне уже никаких, 29 ноября это рождение, то есть когда первый показ, технический прогон, то июнь месяц, это будет уже демонстрация именно возможности технологии. Естественно, что там будет, друзья, продемонстрировано далеко не все, это только первые вехи, потому что, как мы говорили, демонстрация, она началась, но она никогда не будет закончена. Она будет идти постоянно, ближайшие 20, 30, 50 и 100 лет, это то время, когда будет совершенствоваться именно струнные технологии. И за решением, те, которые вы сейчас увидите, технические решения будут идти, следующие, 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 этот процесс не имеет конца. И эта работа сейчас активнейшим образом идет. И поэтому сегодня, друзья, только поэтому, мы сегодня очень четко и понятно уже ведем переговоры, так, это что такое, ведем переговоры с уже крупными фондами, заказчиками, банками, то есть они еще пока для банковской и для фондовой, именно подхода к проекту, мы еще не готовы, мы идем, но для того, чтобы уже приходили крупные инвесторы на миллионы, а сейчас ведутся переговоры, десятки миллионов долларов, мы это, друзья, уже до экофеста уже увидим. То есть это, я могу, это, ну не то, что обещать, я вижу, как это идет, и я очень удивлюсь, если это не произойдет. Вот, потому что, те люди, которые уже там год присматриваются, то есть понятно, что сначала это выглядит очень удивительно, потом необычно, потом настораживающе, сегодня уже убедительно, и люди, которые обладают такими деньгами, естественно, что они проводят всеобъемлющую экспертизу, и самое главное, друзья, экспертиза, которую мы сегодня можем предъявить, это время и те результаты, которые сегодня есть. Вот, и эти результаты, которые сегодня для профессионалов, которые могут оценить, что сделано, они, конечно, очень впечатляющие. Вот, а для серьезных инвесторов, когда уже идет ряд открытия, ноу-хау, и демонстрация производства, я могу сказать, что здесь вопросов просто нет никаких. Вот, ну, просто забегая чуть вперед, то, что будет в следующем, я говорю, мы с группой делегаций участвовали уже во вторник на закладке Юнибуса 24-местного, прям при нас на стапелях он начал свариваться, то есть это значит, что все чертежи готовы, все модели, макеты уже изготовлены, узлы испытаны, то есть мы видели и лабораторию по испытанию мотор-колеса, и по испытанию электроники, вот, и сейчас началась уже сварка, изготовление каркаса, всего остального, и я думаю, что со временем мы будем видеть репортажи уже, как это происходит. Пока, конечно, с точки зрения демонстрации и технической вещи, это закрытая информация, то есть я могу просто сказать, что это существует, мы это видели, и сегодня готовятся еще три вида машин, то есть стапель, которые запускаются в производстве. Какие-то из них уже будут готовы и приступят к испытанию ККФС, какие-то будут еще в стадии изготовления, это, друзья, технологический процесс, который, друзья, очень сложный, потому что то, что сегодня делается, изготавливается, по уровню сложности и технологичности, это превосходит авиацию, превосходит другие. Поэтому, соответственно, все узлы, они имеют определенные требования по качеству, по прочности, по, соответственно, заменяемости, по эффективности, и эти все вещи, так вот раз и началось изготовление, значит, конструкторские вопросы все решены, сегодня начинается стадия изготовления. Вот, и сейчас очень серьезно модернизируется, дорабатывается юнибайк, вот, когда мы его опять увидим на испытаниях, он будет очень серьезно, очень серьезно изменен, вот, соответственно, так, кто там, Алексей, кто там у нас с этим, с правами хулиганит? Вот, ага, вот, поэтому, друзья, для тех, кто только подключился к проекту, вы будете получать все новости, то есть мы всех зовем потом на следующий, расширенный технико-экономический вебинар, где мы уже общаемся с теми, кто в проекте и которым нужны, соответственно, что такое, это кто хулиганит? У нас с чатом. вот, соответственно, так, 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 прекращайте, вот, так, сейчас, сейчас, пока будет пауза, мы тут перенастроим комнату, потому что что-то здесь, это самое, права есть, управление, по-тем-самым, не у всех, это самое, не всех, кому надо. Ну, все, друзья, значит, на этом давайте мы вводную часть технико-экономического вебинара будем заканчивать, следите за развитием проекта, информацию, которую мы сейчас будем доводить, как я уже сказал, исходя из того, что инвесторы сегодня в основном идут уже с Европы, с Америки, и сейчас подключается уже и Южная Америка, вот, в общем так, имеется в виду крупными инвестициями, вот, соответственно, мы, начиная с этой недели, будем проводить эксперименты, а на следующей неделе наши технико-экономические вебинары и простые расширенные, они будут сразу параллельно вестись на нескольких иностранных языках, начнем мы, наверное, где-то с семи языков, то есть вот в следующую среду, но это вечерние вебинары будут вестись уже с параллельным переводом на семь языков основных, это английский, немецкий, испанский, итальянский, французский, словакский, венгерский, чешский, вот, это уже восемь, а где-то в течение месяца мы доведем трансляцию до, где-то, параллельный перевод до где-то 18-20 языков, со временем мы будем увеличивать, то есть по мере того, как будет потребность у наших инвесторов, ну и, соответственно, посещаемость вот этих вебинаров тоже будет несколько иная, потому что все наши партнеры с западных стран будут присутствовать на этих вебинарах и, соответственно, будем общаться, смотреть, видеть, и это тоже, друзья, очень и очень интересно. Вот, на этом, друзья, наша годная часть заканчивается, мы также в ближайшее время будем проводить здесь изменения, то есть мы сейчас с Алексеем отработали, ну скажем так, очень идеальную форму подачи информации, выверили, что надо говорить, в каком виде, какие слайды, то есть мы не зря год специально к этому готовились и в течение вот февраля мы запишем уже вебинар, то есть он будет идти в записи, но оформлен уже в виде такого очень квалифицированного и информативного будет, как научного фильма, то есть когда будут и показы, вставления, репортажи, испытания, ну то есть это будет полное представление, то есть просмотрев такой, скажем так, уже не вебинар, а, скажем, научный фильм, можно полностью получить информацию о проекте. в проекте, параллельно мы будем оставлять чат, чтобы в это время можно было задавать вопросы в прямом эфире и там мы с Алексеем и целая команда будет отвечать на эти вопросы. Ну а расширенный технико-экономический вебинар, он будет уже не просто наш технико-экономический с Алексеем, а это весь команды Skyway, где мы будем до последней новости с комментариями показывать, чтобы тот, кто в проекте получал всю информацию, которая сейчас происходит за неделю по развитию проекта и с переводом на основные языки мира. Ну вот, друзья, на этом давайте будем завершать нашу часть, как всегда у нас сейчас небольшая пауза, где показываются основные новости и потом продолжим уже, друзья, работу, которую мы будем считать для партнеров, для тех, кто работает в проекте и тот, кто активно его поддерживает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Положительное ощущение, в компании работать нравится. Лучшего коллектива у меня не было ни в одной организации, в которой я работал. Для меня решающим фактором в работе и в интересности в работе является то, что мы делаем что-то по-настоящему новое, то, что до нас не делал никто. Поэтому большинство решений, которые здесь принимаются, проектируются, это как разработка, то есть в которой я участвую и в которой мне интересно. Что нравится больше всего, то, что мы творим, то есть непосредственно то, что у нас получается, то, что мы видим глазами, можем потрогать, то, что показывает, собственно, наш результат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...